Царю небесный Отец наш небесный Молим тебя именем Господа нашего Иисуса Христа Благослови наше собрание, занятие по слову Твоему Святому Даруй Господи, чтобы служение Тебе здесь, нами, было истинное по слову Твоему Помоги братьям в нашем молитве находящимся Даруй Господи тем, кто от нас далеко в путешествии Ангела Твою, Хранителя мирных, пошли Господи, благополучного возвращения Чтобы они были с нами здесь и молились Тебе Господу и Творцу Помоги нам всегда пребывать в общении церковном Которое Ты, Господи, даровал нам для спасения душ наших Даруй Господи, чтобы всегда мы помнили о том, что нужно приносить эту жертву общения Помоги Господи нам всегда быть с Тобой, благовествовать в нужное нам время Даруй всегда быть искренними с людьми по слову Твоему Святому И чтобы с нами поступали так, как мы будем поступать и с другими Помоги Господи так избавиться от врагов наших А приобрести более друзей В Тебе, Господи и Творце нашем Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух Аминь Во имя Отца и Сына и Святой Дух Аминь Так, я бы тебе дал открыть быстро в Библию Но ты же это самое, долго будешь открывать? Сможешь быстро в Библию открыть, я скажу? Давай посчитаем, за сколько ты откроешь? Книга Судей, давай Ох, я не знаю, где она находится Вот так вот и начинается Ну-ка, книга Судей Открыл Молодец Вот, учись Как не знаешь, где книга Судей? Хочешь попробовать книгу Судей? Ему почти что повезло Тут Иисус на вернула закладка Он вот так, видишь, болтанул отсюда Но все равно, понимал, где А Ваня куда полез сразу? В Евангелие Молодец, Евангелие любит Ваня Ваня, Ваня А перед книгой Судей, что идет у нас? У нас нужно рассказать Хорошо, ладно Все, принимается Значит, ты знаешь хоть что Кое-что знаешь Так, Иисус Навин мы прошли Иисуса Навин А теперь у нас книга Судей Сейчас я его даю книгу Судей читать Кстати, Ваня лучше читает, чем ты Ну-ка, давай, начинай ты читать Читать будешь, а я потом буду Объяснять кое-что Давай, Господи, благослови нас Книга Судей, первая глава С первого стиха По смерти Иисуса Вопрошали сына Израиля и Господа Говоря, кто из нас прежде пойдет На Хананеев воевать с ними И сказал Господь Иуда пойдет Вот я передаю землю в руки его Иуда же сказал Симеону Брату своему Войди со мной В жеребий мой И будем воевать С хананеями И я войду с тобой В твой жеребий И пошел с ним Симеон И пошел Иуда И предал Господь Хананеев И форезеев В руки их И перебили они Из них В визике Десять тысяч В визике Встретились они С Адонией Визиком Сразились с ним И разбили Хананеев И ферезов Адонией Вережек Побежал Но Они Догнали Погнались за ним И поймали его И отекли Большие пальцы На руках Его И на ногах Его Тогда сказал Адонией Визик Семь Десять царей С Отеченными На руках И ногах Большими пальцами Собирали Крохи И подставали Чек у тебя большого пальца Дед Слышал Как дела Как делал я И мне воздал Бог И привели его В Иерусалим И он там И он Умер там Давай сейчас Немножко Чтобы вам попонятнее было Вот вы читаете Это все Берете Читаете Читаете И тут одно что Не успел мочаться Книга Судей Уже тут начинает Иди там убивать Там на войну Все Ну про войнушку Здорово это Слушать Ребята Они любят Про войну Братья А сестрам то Какая война Да Тут надо Свои зерна брать Мудрости И сестрам тоже Здесь можно взять Вот ты вот Сейчас вот Ручкой что-то там Делала себе И про большие пальцы Говорили 70 царей И у них Отняли большие пальцы На руках Представляешь Без больших пальцев А зачем Отнятые пальцы Нету И 70 царей Они прислуживают Этому Одному царю А вот у нас написано Как хотите Чтобы с вами поступали люди Так и вы поступайте С ними Сестра Ты будешь С ними вести занятия Ну Если Давай Я книгу судей Просто начал Не ну Занимайся Занимайся Что такое Что такое Без мамы никак Нет Хочешь Мама В следующий раз Я Дядя Игорь начал занять А пусть ведет Ну все ладно Все ладно Хорошо Я продолжаю Я продолжаю И И поэтому Поэтому Мы так же Должны себя вести И видишь И какие они были Тогда Интересные люди Это какой Век Какой-то век Это до Давида еще Представьте Это Пятый Тысяча Да нет Ты чего Это Давид только в тысячном был Это Тысяча сотый год Где-то Приблизительно Тысяча сотый год Представьте Это тысяч Тысячу сто лет До Рождества Христова И он Говорит Это царь Когда ему Пальцы-то эти Обрубили Он говорит Да вот И я-то тоже Этих царей Оставлял Без пальцев А чего ж ты И главное Говорит Это мне от Бога Молодец Правильно Говорит это все Так если ты знал Тогда не знал Он ничего Когда он узнал Когда его поймали Иудеи Отрубили ему Сами пальцы Тогда узнал А это для чего Было сделано Это бич Божий Прошелся Бич Божий Еврейское государство Начало становиться И они И они В назидание Им Господь Вот это Покажи Вот это Покажите ему И пускай Увидят они Как это Хорошо Или плохо Жить Без пальцев Больших Да еще В рабстве В этом Не пассивно То есть Господь Вот это показывает Вот для чего Эти войны Нужны были бы Нужны для чего Чтобы Вразумить людей А не для того Что вот Бог жестокий Вот он там А как нужно было Поступать Господь дал Свой закон Поднявший меч От меча погибнет Проливший кровь Чужую Должна быть Пролита его кровь Вы слышите меня Ребята Вы пойдете Станете большими И вам надо будет Идти в армию И вы будете выбирать Проливать вам кровь Или нет Ну знаете Как только вы прольете кровь До какой вы в этом стадии Дойдете С бородами будете Как Виктор Николаевич У нас был с бородой Вы знаете Что Виктор Николаевич В армии был с бородой Или как Папа Наших сестренок Константин В болезнях Все провел Ну так вот Получилось Ну не все Молился Да кого там не все Три месяца Три месяца из года Пока туда сюда доехал Полгода получается Он там еще потом При штабе оказался То есть как Господь все делает И не стрелял Не по кому Вот так получилось Никуда не отправили За компьютером сидел За компьютером отсидел Правда без бороды Да Сначала Ну ему этот Приходил полковник Подстригал ее Подстригали бороду Полковник Понятно Какие у нас братья И кстати Это не один Еременко Он тоже пошел в армию Он тоже с бородой был Но он сейчас Протестантом ушел Но он был у нас в общине Когда в армии был Потом еще кто-то В армии Ну а так конечно Если по большому Рассматривать Там старобрядцы Они все брились Короче там нечего даже смотреть Ну вот наши братья Пожалуйста Вам пример Держали до конца Держались А Виктор Николаевич Хлеборезом работал Его там как бы сначала А хлеборез А потом Увидели что он честный Никому не дает хлеб Приходит дембеля А он им не дает Как так ты дембеля Не даешь На него вроде бы Бочку катить А за него заступились И невиданное дело Дембелям не выдавал хлеба Это вообще Такой честный Где его такого Дотыщишь А честные везде нужны Запомните И всегда на какой-то должности Есть честные люди Которые видят Что человек честный И они Ну не дают его обижать Даже если сами не честные Да Но они ценят это Они по-своему Там есть у людей Свои такие Как бы законы Но справедливости Которые они понимают Что человек без еды Не может Его надо кормить Поэтому А другие Просто себе Лучшее сорвал С мяса Как нас кормили Когда я был в армии У нас то еще Главное Предофицерский состав У нас курсы были Почти трехмесячные курсы Армии Ну там Офицерские После этого Выдавали нам звание Лейтенантов И нас кормили Как Я не знаю Ну мы прошли Все круги этого ада Жили во-первых В палатках И кормили одним салом Каким-то Кошмар Я там Ежогу заработал Там всякие Оттуда все У меня была ежога У меня была ежога Страшенная просто А ты что знаешь Что такое ежога что ли Да она наверное Не знает Да ты что Милая ты моя Ты еще слава богу Не знаешь Ежога это не гастрит Ежога это такое Дело поганое Вообще ужас Ежога это Когда вот тут Вот тут вот Ком стоит И такое печенье Вот у тебя горло Горит все время Не отвлекаю Библию читайте Да Поэтому Вот о чем здесь говорится Понятно Уже интереснее Да Заразговаривали Видишь А так сначала Война Война Мать родна Не поймешь ничего Что тут война Воюют с кем-то Ферезеем Везеки какие-то Ну это Везек он был Язычник А Иуда и Семен Это наши Иудеи Будем назвать наши Как это Где наши Где немцы Всегда Где немцы Чтобы разобрать А то они читают Ну как можно это Детям читать Что они поймут что ли Что-то Конечно они поймут Хоть немножко Надо объяснять Конечно Ну да Что к чему И поэтому Сейчас я дальше Потом пошли Сыны Иудины Воевать с Хананеями Которые жили на горах И в полуденной земле И на измененных местах Низменных И пошел Иуда На Хананеев Которые жили в Хевроне Имя Хеврону было Прежде Кириафарба И поразили Шишая Ахимаха И Фолмая Почему тут они говорят Что было одно Сначала Хеврон А потому что Хеврон это Хеврон это Имя города Которое Сталось Теперь А которое прежде было Когда они еще ходили Сорок лет По пустыням Там так далее Тогда она была Кириафарба И они туда подходили К этому городу В свое время Для чего это Чтобы сыны Израилев Все знали Потомки их И вы тоже Теперь все знаете Вы должны быть Как потомки Сынов Израилев Вы новые иудеи Знаете Как только вы крестились Вы стали христианами А христиане Это новые иудеи Почему Потому что Иудеи Народ Божий Правильно Молодец Народ Божий А теперь Народ Божий Ты кто? Хри Ну ты А как Ты кто? Ну и как Ты кто? Ты Хри Верующая И как тебя звать На мухуха? Хри 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 По глухонемому Вот так Правильно же Так христиан Вот так Верующая А как? Че? Вот и все Упали что ли? Вы че? Вот христианин Вот так просто Проводишь перед собой Нет Это вот так Это человек Человек Так душа А христианин Еще крестик сверху А вот так? Так Бог А как христианин Вот оно и есть Божий человек Вот крест И вот Провел рукой Человек Божий Человек Божий Обшит кожей Второй раз слышу Заднюю эту фразу Да ты че? А кто это у тебя так? Фрося Ну И кто-то написал тоже Человек Божий Обшит кожей Ну и так И так тут вот Рассказывается все о войнах И пошел вот Иуда Семеном Семнадцатый стих Братом своим И поразил Хананеев Жившись в Цефафе Иуда взял так же И Галу И отдали Халеву Хеврон Как и говорил Моисей И изгнал оттуда Трех сынов Янаковых Янаковые сыны Кто такие Янаковые? Почему Поминаются Именно Янаковые сыны? Потому что Други Великорослые люди Сыны Янаковые Такие как Голиат Они были Ростом Агромаднейшим Исполины Три метра Той больше Сейчас говорят Кости находят И пятиметровых людей Ну то есть Вот они Исполины были То есть Когда Ходили евреи по пустыне И послали Саглядатаев А они видели Там Исполинов Ну видать Несколько увидели И испугались А их не много Уже было Этих Исполинов Таких как Ок Вассанский Цаль Вассана Вассан Это государство Такое было Небольшое Ну как небольшое Они все небольшие Ливан тоже небольшое Сегодня государство Какое бы государство Не было А правитель Всегда Ну это очень Серьезная личность Так же как у нас Сейчас возьмет Кажется он ходит Путин Маленький Маленький А если что то надо Кому то поддать Сразу Ракеты Калибры полетели И так далее Армия пошла туда Вот тебе и маленький Ну то же самое В любом Любое государство Нужно защищать Сколько просуществовала Империя иудеев Ну вот Сколько позволил Господь Столько просуществовало Может быть империя Православная Православных людей Не может Почему В бородах Запутается Вся армия И упадут все Поднимать меч Борода запуталась Хрунк мимо Поэтому все войны Бритые Или подстрижены Хотя бы Чтобы ничего не мешало И войны хотят Кушать Потому что Надо Раз ты кого то Зарубил Тебе надо Вкусно покушать Потому что Тебе сатана Дает такую прерогативу Что тебе Какие то лавры Нужно Видали Сколько героев Не успела какая то Война пройти Уже герои Герои Путин только в Кремле Всех награждает Этими крестами Раньше звездами Сейчас крестами Всех Дают крест Христов Хрест за то что Убили По большему роду Может быть Государство православное Не может Может быть Наш правитель Истинно православным Невозможно Ему это сделать Ему надо Обязательно Под ручку Ходить с сатаной Сатана Убийца Бог не сотворил Смерти Знаете об этом Книга Сираха Бог смерти не творил И ада На земле Нету Здесь на земле Подготовка Наших Тел и душ К спасению Поэтому здесь Господь нас хранит Если вы не будете Уходить от слова Божьего От Господа И Господь Никогда От вас не отвернется Потому что Он всегда рядом Господь Он никогда Не бывает далеко А почему Ну потому что Ему потом Надо будет наказывать Всех этих Отступников Богохульников А если верующий Ну понятно С верующим Он всегда рядом Дух Святой Утешитель Это для Вани Сейчас важно Не отходить От слова Божия Что он едет Один Один В среду В такую Побольше Почаще Ходи в храм Побольше Разговаривай Со священником Да не все Воспринимай Развесив Уши А то Лапша потечет Под ним А ей не наешься Знаю Сто процентов Побольше Разговаривай Поменьше Сейчас Как говорится Побольше Отвечай Поменьше Задавай вопросы Которые тебя будут интересовать Больше Узнаешь Этих священников Кто такие Потом скажешь Дяди Игорь Ты правильно сказал Такие они и есть Не постятся Не молятся Нет у них царя в голове Говорится Бога в голове Ну а если попадется Хороший священник Ну Исполоть Добрый молодец Тащи его к нам Сюда Говорит Да он меня Медведик Поймал Так тащи его к нам Говорит Не пускает Говорит Крепко держит Осторожней Так И пришел ангел Господень Из Галгала В Бахим И сказал Я вывел вас Из Египта И ввел вас В землю Которой Клялся Отцам вашим Дать вам И сказал я Не нарушу Завета моего С вами Вовек И вы И вы Не вступите В союз С жителями Земли Этой Жертвенники Их разрушите Но вы Не послушаете Глаза моего И что же Вы сделали И потому Говорю я Не изгоню Их от вас И будут Они вам Петлей И боги И будут Для вас Сетью Боги С маленькой Бухой Вот так То есть Семь Различных Было Племен На Земле Обетованной Языческих Племен Семь Языческих Племен Гергесей Ферезей Еусей Амарей Ивей И так далее И вот Господь Сказал Все эти Племена Уничтожьте Полностью Чтобы Ничего Не осталось Но Евреи Оставляли себе И красивых Женщин И детей Оставляли Чтобы можно Было Вырасти И они Потом Будут Им Помощниками Их Скот Оставляли И хорошие Вещи Себе Оставляли Ценные Всякие И оставляли Оставляли И наставляли И идолов Наставляли Тоже Потому что Идолов Богов Боги Тут С маленькой Букой Бог Боги Их Боги Это Идолы Вот Гляди Все Не вижу Ничего Ну Понятно Что Они Видишь Жалко Им Было Все Уничтожать Они Начали Себе Что Оставлять Вот Видишь И боги Будут Для вас Видишь Боги С маленькой Букой Написано Видели Такое Если Бог Большой Это Значит Говорится О Господе Савуфе Иегове А Боги С маленькой Букой Это Обыдало Обыдало Говорятся И вот Они Все Наставляли Этих Башков Маленьких Почему Они Не молились Им Но Эти Оставшие Оставшиеся Эти Язычники И язычницы Они то видели Этих Башков Что они Есть И они На них Молились А Евреи Не Приотпятствовали Почему Привыкли К этим Людям И не Захотели Истреблять Ну Понравились Они А Они Язычники Это Про нас Говорится Все Про Наше Сегодняшнее Состояние Вот Сейчас Вот Сестра Твоя В школе Учится Ты уже В школе Да И ты Тоже В школе Начала Да Ну С какой Класса Третий Третий Класс Да Ну И вот Пожалуйста В школе Много Там Верующих Молодец Хороший Ответ Быстрый Главное Кто Хоть Одного Верующего В школе Видел Нет Ты Ну И теперь Давайте Рассуждать С вами Нет Мы С вами Вот Сейчас Рассуждаем О Слове Божьем Как Евреи Попали В эти Сети И петлю Написано И эти Люди Для вас Будут Сетью И петлей В петлю Попадал А хоть раз В любую Не знаю Что такое Петля В капкан Попадал Кто А капкан Тоже Сложно Попадал Да Больно Хлопает Больно Глаза На лоб Лезут Это еще Без зубов А так Без зубами Мы бы Увидели Что он Попадал Есть Без зубов Капканы На таких Нежных Существах А есть Зубами На больших Существах Это Чтобы На волков Да Чтобы На волков На Без зубы 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 На волков Не надо Зуба Ну что В лесу Это где Волки ходил Кто Нет Я просто Идил Такими Мельками Большие Прям На медведя Нет Нет Это Это На волков Ставят На медведей С этими Зубами А на Бобров Ты чего Им нельзя У них Лапки Нежненькие У них Тоненькие Лапочки такие косточки небольшие у бобров, да я видел бобровод такой, бобер он тяжелый а лапочки маленькие, потому что он же не бегает по земле он же по воде плавает по землетке он бегает очень плохо он такой, как я сейчас со своими суставами еле ходит ну, поэтому когда ты попадаешь в эту петлю или в сеть то с тобой можно делать все, что ты хочешь ты на коротком поводке, вот здесь вся твоя жизнь, вот от дерева на которое петля привязана и вот до твоего горла и все, и ты никуда не денешься вот она, в петля, а сеть что такое? если у меня нога в петлю в петле ты еще можешь руками двигать можешь петлю там развязать а сеть попал, все, сеть на тебя падает или снизу, снизу вот так раз и все, ты ничего не делаешь это тряпочная сеть или какая? ну, как рыбу ловят такая сеть, из которой никто не убирается вот что-то какая сеть это сеть греха и погибели вот она сеть-то это сеть невидимая а ты думал, что настоящая сеть про настоящую мы только поговорили что, ну, чтобы показать пример из настоящей сети бобер выкручивается он попадает лапкой в капканы и начинает крутиться вот так вот и перекручивается и все сухожилия и одна лапка торчит и идешь только капканы смотреть а там одни лапки вот эти с их перепонками а почему? потому что свобода должна быть свобода так вот здесь говорится Богом о том, что если ты попадешь в языческую сеть к их богам ты оттуда не выберешься или выбраться будет очень сложно тебе должен кто-то помочь и кто может помочь? Христос Иисус Иисус должен помочь Иисус Христос Бог послал Иисуса Христа чтобы Он помог вам ты понимаешь? без Иисуса Христа нам нету помощи поэтому, когда вы попадете в капкан язычества когда потянут вас ваши друзья подружки безбожные а вы договорились что верующих мы не видим рядом с вами значит, ваши подружки друзья, как вы их называете будут безбожники а они будут для вас сетью они будут для вас петлею капканом и попробуй открути лапку то больно а вот как бомер любит свободу он выкручивается и лопаются сухожилия мышцы кости сочленения суставов волки отгрызают лапу себе волки отгрызают лапу и убегают а лапка остается а уж мама ваша точно знает потому что она таежная девчина у вас настоящая таежная сестра у нас в какой тайге она жила ой-ой-ой мы рядом работала я в лесу выжили ну конечно там настоящий лес вы что там тайга там волки у них вот такущие вот одного вот такого загнали прямо у них в этот вверх коптелки вот такого прямо там его и уралом как долбанули сугроб а потом волчиха оказалась вот такая здоровая худая такая вся ну уже перед этим кого сугроб? да не маму а волчиху волчиху сугроб уралом урал большая машина такая да мама знает урал димакова ехала ехала димакова урал-то нет-нет-нет-нет димакова этих лесников да но это было в 97 году все мы закончили поняли про сеть ваня где выключается так все господи помилуй а там кнопка нажми ее а это выключается с